всем привет хочу рассказать вам как правильно обкатать и сделать первый запуск бензогенератора так как в интернете воды много но там не все говорят значит не обязательно этот генератор у меня генератор limited energy любой генератор с аналогичными двигателями у них все в принципе то же самое значит первое что надо сделать перед тем как запустить генератор первый раз естественно купить масло 10 в 30 или 10 в 40 и сразу говорю покупайте масло до нормальные хороших производителей потому что дешевые масло заливать это очень плохо скажется потом для двигателя первую очередь допустим заливаемый бензин это понятно между бензином вот там вот здесь краник между бензином и карбюратором есть между краниками и карбюратором есть шланг в этот шланг желательно врезать маленький фильтр этот маленький фильтр будет защищать от попадания мелкой грязи пыли там при заливке если у вас что-то попадет нужно в карбюраторе все очень маленькие жаклеры тоненькие забиваться будет если поставите фильтр это будет очень хорошо второе что самое главное никто не говорит об этом но в картере здесь вот слив картера вот болтик это слив масла с картера это заливаем масло перед тем как залить сюда масло надо обязательно слить технологическое масло с картера в моем случае в этом вот бензогенераторе в его двигателе в картере около 100 миллилитров было масло при сборке которая используется это масло технологическое и в картере всего лишь заливается 600 миллилитров около 100 миллилитров я слил технологическое то есть у меня бы влезло сюда только 500 миллилитров масло именно которое заливается в эти двигателя а когда если мы отсюда не сольем технологическое масло оно помешается с основным естественно это будет очень плохо для двигателя так что обязательно перед заливкой сначала вот с этого вот открываем этот пробочку и сливаем оттуда технологическое масло закрываем потом вот сюда вот заливаем 600 миллилитров это по самую резьбу тогда взлете по самую резьбу там это будет уровень масла но залили мы масло залили бензин естественно открыли краник и будем запускать бензогенератор холодное время года сразу вам говорю все говорят что вот эту заслонку воздушную надо вот до упора здесь как вот написано до упора сюда мы ставим но когда мы ставим сюда до упора запускаем двигатель у меня электро стартер и мощной тоже есть но когда мы запустим двигатель и потом уберем сразу сюда заслонку он заглохнет потому что холодно он не успел прогреться некоторые держат вот так вот долго пока он не прогреется а потом переставляют сюда это плохо потому что вот так смесь сильно обогащенная сейчас закапчивается надо вот завели перевели 2 секунды 3 секунды подержали вот так вот перевели его в среднее положение средне на среднем прогрели минутку полторы и потом убираем полностью до конца и все нельзя вот так держать долго потому что это закапчивать свечи и поршневую это лишнее и так делать не надо а все так вот и сюда до конца так произвели мы первый запуск сюда поставили я потом запущу уже его покажу завели прогрели вот минут пять прогреваем потом подключаем естественно сюда в резервку или сразу можно подключить нагрузку и для обкатки что мы делаем мы сначала прогрели без включения интернатора то есть самого генератора потом включаем вот этим вот любильником или другие у вас будет другом месте находиться неважно включаем полностью пошла нагрузка обкатывать и надо при нагрузке 25 процентов почему 25 процентов нагрузки потому что на полную не надо он еще не обкатан а на холостых оборотах просто обкатывать нельзя потому что здесь одноцилиндровый двигатель и кривошутный шатунный механизм он подвигается ударами на холостую а когда он в нагрузке он плавно работает значит залить масло и бензин это все сделали запустили прогрели надо при 30 минут чтобы он поработал испанцы вот говорят вот по поводу именно этого но я думаю что и на остальных тоже и дилеры говорят именно 30 минут он поработал 15 минут охладить его и так сделать 4 раза это у нас получится два часа но в холодное время года я думаю что можно два часа так проработать если теплое время года то лучше делать эти 30 минут через 15 перерыв 2 часа он поработал потом остыл запустили еще раз еще на три часа и у нас получится первые пять после первых пять часов надо слить масло и залить свежего и так еще проработать 20 часов 20-25 часов вот так потом опять мы сливаем опять заливаем масло и работаем еще 50 часов проработал он 50 часов слили и следующее масло уже можно менять через 100 часов чем это связано вот этот вот такой час ты сначала за место частая замена масла связано с тем что здесь четырехтактный двигатель но фильтра масляного в этом двигателе нету поскольку его нету то все частицы при обкатке они будут собираться в масле и этот абразив будет потом на поршневую влиять естественно и вот из-за этого меняется через пять часов потом через 20 через 50 ну когда он уже отработал там первые 50 часов и плюс эти 20 и 5 это получится 100 часов вот этих первых 100 часов уже двигатель обкатается полностью полностью все там притрется все идеально и потом следующий можно 100 часов чтобы он работал сейчас запустим его я вам покажу по поводу вот этой вот заслонки краник открыли когда первый раз вы открываете краник можно подождать буквально там минуты полторы чтобы карбюратор заполнился вот вот перевожу заслонку крайне левое положение у меня электро стартер и вот ручной у кого как вот включаю запускаю вы видите как он работает вот и пошел а дым пошел потому что обогащенная смесь шла все было закрыто вот на среднем он работает прогревается вот и голодная убрал сюда не слышно как он кушает не прогретый еще вот ставлю на середину он прогревается все прогрелся ну и потом когда нужно нагрузку включаем одежду да еще когда перед тем как заглушить генератор обязательно сначала выключаем нагрузку интернатор выключаем а потом уже его глушим потому что если нагрузка у нас есть в сети уже мы подали напряжение и глушим генератор то это плохо сказывается для генератора на сначала отключать напряжение вот этим автоматом а потом уже его лучше все всем всего хорошего до свидания